В конце июля в медицинском календаре есть особый день – день борьбы с гепатитом. Многие знают, это опасное заболевание, но мало кто осведомлен, что болезнь, называемая ласковым убийцей, способна маскироваться под другие недуги. А между тем, вовремя распознанный гепатит позволяет избежать серьезных осложнений, таких как цирроз или рак печени. Вся эта неделя в Алтайском крае посвящена профилактике заболеваний печени. К тому же в регионе недавно приняли долгосрочный план по лечению хронического вирусного гепатита. Подробнее о нем, а также о том, что нужно знать всем об опасной болезни, расскажет главный инфекционист Алтайского края Валерий Шевченко. Здравствуйте, Валерий Владимирович. Здравствуйте. Ну, первый вопрос, прежде всего, о том, как часто у нас в Алтайском крае регистрируют гепатит и что это вообще за болезнь такая? Если говорить в абсолютах, то ежегодно, согласно учетной форме Роспотребнадзора, то есть это официально зарегистрированный случай заболевания, мы регистрируем порядка 700-800 новых случаев хронического вирусного гепатита С. Если говорить про саму болезнь или про ее историю, то относительно большинство инфекционных болезней, это, так скажем, нозология не старая. Официально в нашу работу, этот диагноз, соответственно, понимание причины этой болезни вошло только со второй половины 90-х годов, когда наконец-то разобрались с причиной этой болезни, то, что это истинный вирус, определили его свойства и тогда, в общем-то, была сформирована эта как таковая болезнь. И вот с той поры началась история регистрации и попытка лечения, поиска эффективной терапии и, соответственно, профилактики. Ну и надо сказать, что эта болезнь, несмотря на то, что она относительно новая, да, даже если мы можем сравнить, ну, например, со всеми хорошо известными болезнями туберкулезом, ровно так же относится к группе социально значимой болезни. По сути своей, это инфекционная болезнь, причина которой вирус, и в первую очередь этот инфекционный агент поражает печень, что со временем приводит к нарушению работы печени и со всеми вытекающими последствиями, в том числе опасными и для перспективы здоровья и жизни человека. Как проявляет себя болезнь, почему ее называют ласковым убийцем? Да, действительно, эта болезнь имеет ряд отличительных особенностей, ну, например, в сравнении грипп, яркая инфекционная болезнь, да, 7 дней, и, как правило, все заканчивается благополучно. Эту болезнь мы распознаем с первых симптомов и знаем, как диагностировать и лечить своевременно, да, при условии, что пациент с первых симптомов обращается за медицинской помощью. А особенность течения вирусного гепатита С в том, что в ряде случаев острый период может протекать без очевидных признаков нарушения здоровья. Человек даже не замечает такого факта, который бы заставил его вот прям однозначно, безоговорочно обратиться за медицинской помощью. Острый период может протекать в формате периодов в течение 1-2 недель недомогания, слабости, снижения аппетита, снижения трудоспособности. И иногда, вот так возвращаясь в прошлое, пациенты связывают это с каким-то таким непростым периодом жизни, связанным с переработкой, нагрузкой и так далее. А на самом деле это острый период вирусного гепатита С, который несет в себе на перспективу высокий риск хронизации. И болезнь переходит в хроническую форму, которая тоже имеет свои особенности. Если мы, например, говорим о ВИЧ-инфекции, предполагая однозначно прогрессивное течение в последующие 10 лет, то и без лечения ВИЧ-инфекции человек гарантированно умрет и закончится его жизненный путь, то при вирусном гепатите С на перспективу не так всегда одна сложная однозначно у каждого человека. Расширю мысль, о чем я говорю. Особенность в том, что взаимодействие вируса и организма человека, оно не стереотипно и одинаково у каждого человека. И у одного человека болезнь может протекать десятки лет, не вызвав какие-то значимые нарушения качества жизни. У другого человека эта болезнь может развиваться относительно стремительно и через 15-20 лет перейти в состояние цирроза, которую уже сложно корректировать и как-то сложно отмотать назад, да, вот это неплохое самочувствие пациента. Вот поэтому, наверное, вот та фраза, которую вы произнесли «Васковый убийца» незаметно из-под воль, без явных клинических проявлений и прижилась к этой болезни. Поэтому вот она, с одной стороны, казалось бы, ну ничего страшного, некоторые люди десятки лет с этим диагнозом живут и доживают до глубокой старости. Бывает, что жизненный путь их заканчивается по какой-то другой причине на фоне вирусного гепатита, не из-за него, а в ряде случаев, в общем-то, именно вирус является причиной окончания жизни человека. И вот в этом и есть вся изюминка, так скажем, ну с негативной точки зрения, непредсказуемость болезни, которая требует повышенного внимания каждому человеку, поскольку даже на сегодня, имея настолько много знаний об этой болезни, сложно, глядя на человека, сняв какие-то определенные параметры его состояния сегодня, гарантированно прогнозировать, что, допустим, в ближайшие 15 лет все будет хорошо, не думайте об этом, не переживайте, да, болезнь никак не повлияет на ваше состояние. Вот нет такого алгоритма и нет такой уверенности. Поэтому каждый пациент, он, конечно, должен быть под наблюдением. И вот вы абсолютно верно вначале сказали, что точкой приложения вируса может быть не только гепатоцит, клетка печени и печень, но могут попасть под его негативное влияние еще и ряд жизненно важных систем и органов человека. Это так называемые внепеченочные проявления. По факту получается, что у человека, у пациента нашего абсолютно в сохранном состоянии печень, а, например, вирус опосредованно и отчасти напрямую повреждает почки, что заставляет в ряде случаев ситуацию перестраивать на обеспечение пациента гемодиализом. То есть до такой степени, да, могут повреждаться другие жизненно важные органы. При этом первопричина – это вирус гепатита С. Но то, о чем я говорю, это, конечно, тоже не гарантировано у каждого пациента, но в определенном порядке процента, там 10-20 процентов от всей когорты пациентов, ряд вот внепеченочных проявлений, они могут быть. Какая сложная, непредсказуемая болезнь. Как она передается? Основной путь передачи, если говорить простым языком, определяется тем, что максимальное количество вируса у человека находится в крови и в половых секретах. Поэтому вот этот путь искусственный, да, посредством переноса вируса из, ну так скажем, поврежденных, ну или из кровотока, да, путем формирования повреждения кожных покровов через инструменты, через предметы, соприкасающиеся с кровью одного человека в непосредственно открытые раны на теле или половым путем другого человека. То есть здесь тоже можно провести аналогии с вирусным гепатитом B и с ВИЧ-инфекцией. То, о чем мы говорим, рассказывая, да, пути передачи ВИЧ-инфекции, они, по сути, одинаково реализуются и при вирусном гепатите С. То есть это, да, искусственный механизм, либо вот таким образом, как мы называем, контактный подвид пути и половой путь. Кто в зоне риска? Только ли вот какие-то такие социальные слои, скажем, ну не очень с хорошим поведением? Вот то, о чем вы говорите, это так, но это, знаете, в большей степени уже история. Именно таким образом этот вирус зашел в популяцию и закрепился, надо прямо говорить на сегодня, уже среди, так скажем, ну социально адаптированных обычных людей. Потому что, ну, если мы даем характеристику половому пути, ну это естественное поведение человека, да, в определенных рамках традиционного поведения и так далее. Манипуляции, связанные с повреждением кожи и слизистых, их тоже мы на сегодняшний день не избегаем, да. Это медицинские манипуляции, ну в этом отношении надо сказать, что последние годы это вариант практически исключен. Это манипуляции, которые проводятся, ну так скажем, при желании достичь красоты, да. Маникюр, педикюр, татуаж, пирсинг, надо понимать, что это тоже рискованное поведение, поскольку, ну, все-таки должна быть уверенность в чистоте, в правильной технологии проведения этих манипуляций. Поэтому сказать, что, ну, в общем-то, только вот контингент, да, из группы рискованных, вот раз, два, три, нет. По сути, на сегодняшний день, ну, практически все находятся в группе риска. И более того, важно сказать, что и болезнь меняет, ну так скажем, усредненный портрет нашего пациента. Если раньше мы говорили о том, что категория, так, по возрасту риска, это, ну так, очевидно, молодые люди, люди молодого возраста, то на сегодняшний день мы впервые регистрируем болезнь в основном у лиц, так сказать, трудоспособного, репродуктивного возраста. В большинстве случаев в интервале от 35 до 45 лет. Но есть случаи регистрации у лиц старше 60-70 лет. Поэтому, видите, и здесь немножко, да, рамки сдвинулись, что еще раз определяет, вот, по сути, такой значимый риск почти для каждого. Ну, с другой стороны, мы же говорим вот о механизмах не зря передачи, да, именно для того, чтобы выделить вариант рискованного поведения. И вот если это рискованное поведение избегать и периодически, да, понимать свой исходный статус по вирусному гепатиту С, ну, тогда хорошие шансы избежать этой болезни. Как выявить вирус? Легко ли его, вот, обнаружить в медицинских лабораториях? Там он никак не маскируется? Есть вот уже четкий алгоритм? Да, да. Есть определенные показания, которые определяются медицинским работникам при опросе, при осмотре, обратившегося к нам человека. Обязательные состояния, при которых мы должны забирать анализы на маркеры вирусного гепатита С. В отношении методологии непосредственно лабораторного выявления тоже на сегодняшний день сложности нет. Два направления. ИФА-исследование, когда мы определяем наличие антител, это первый шаг. И на сегодняшний день в Алтайском крае эта технология заведена в рутину, и пациент это исследование может получить в рамках оказания помощи в условиях терпрограммы, по полису, бесплатно для себя. Но надо сказать, что может ли человек сделать добровольно, но вот так устроена система, что если врач назначает, видит показания, то здесь абсолютно доступна эта методика. Если пациент по собственному желанию решил прийти в поликлинику, и вот он захотел сдать анализ крови, дабы проверить свой статус, ну такой возможности абсолютно всем обеспечить нет. Но это в принципе разумно, это и предполагаются наши нормативные документы. А пойти сдать анализ в частной клинике по собственному желанию, за счет собственных средств, в этом тоже проблем нет. Поэтому обязательно, конечно, медицинские работники, они и в принципе, и мы работаем над этим, должны быть информированы о определенных состояниях, статусах пациента, когда этот анализ должен быть сделан. И в случае, если выявляется положительный маркер стартовый, то в дальнейшем есть все возможности для того, чтобы провести дополнительное обследование уже методом ПЦР, который как раз и ставит точку вот в этой ситуации, которая еще пока под вопросом. Выявленные антитела к вирусу гепатита С, это еще не значит, что у пациента диагноз. Обязательно нужно делать анализ на ПЦР, и в случае выявления вируса, по-простому говорим, в крови человека, уже есть основания поставить диагноз и дальше провести необходимое обследование в плане определения разновидности вируса, определения стадии болезни или, как это мы называем, степени фиброза, что в итоге позволяет нам сформулировать полный, четко определенный диагноз, исходя из которого мы планируем дальнейшее наблюдение и лечение нашего пациента. Поэтому, если вот короткое резюме, то на сегодняшний день все возможности в проведении диагностики гепатита С у нас доступны, как во всем мире, так и у нас, и более того, это можно все обеспечить на уровне своей поликлиники. Сколько вообще видов вируса существует, какой самый опасный, и вот сколько с ним можно прожить? Вы же уже говорили о непредсказуемости болезни, но вот если о самом опасном вирусе, тут какие раунки? Да, если их перечислить, из тех, которые хорошо изучены, и уже, так скажем, на слуху, и у профессионалов, и в целом у населения А, Б, С, Дельта-агент. Есть еще вариант вируса под названием гепатит Е. Можно разделить их на две большие группы А и Е. В основном попадают человеку через рот. С водой недопрокачественной, с обсемененными пищевыми продуктами источник является человек. А вот группа Б, С и Дельта – это те, которые попадают человеку через кровь. Первая группа в большинстве своем заканчивается для человека благополучно, выздоровлением. Гепатит Е может быть опасен для беременной женщины, но, к счастью, для нас это редкая болезнь для территории Алтайского края. А вот Б, С и Дельта – они как раз несут в себе коварство перейти в хроническую форму и сказаться на продолжительности жизни. Но если говорить сухими цифрами, так скажем, на популяционном масштабе, то длительность болезни с момента попадания вируса в организм до формирования цирроза в среднем при гепатите С оценивается в 35-40 лет. Это в среднем. Но то, как мы с вами проговорили, интервал очень индивидуален. Он может быть 15 лет или, как фантазируем, 115. То есть человек не успевает физически дожить до состояния, которое называется цирроз или рак печени. Вот так обстоит дело. Вот эта средняя продолжительность жизни, она при лечении, при применении каких-то препаратов, если его не лечить, то сильно разнятся эти цифры? Нет, это цифры как раз, когда болезнь протекает естественным путем без какого-то внешнего воздействия. Поэтому, да, на вопрос, можно ли не лечить гепатит С, иногда мы обсуждаем и с пациентами определяемся вот такой категорией вопроса. Ну, знаете, конечно, с позиции медицинского работника, понимая ту историю, которая прошла, эта болезнь и те инструменты, которые у нас сегодня есть, конечно, медицинский работник правильно должен сказать, что нет, есть возможность, надо пробовать с ним справиться. Да, пациенты в ряде случаев, ну, в такой ситуации находятся, когда он может сам определить, быть или не быть лечением, да, и если он принимает решение, да, при условии возможности предоставления ему терапии, говорит, да, нет, мне это не интересно, я это не буду делать, я вернусь к этому вопросу через лет пять, то есть варианты, что через пять лет и все будет ровно так же неплохо, как и сейчас, но есть вероятность того, что болезнь уже спрогрессирует. Поэтому, вот переходя к вопросу, а можно ли его вылечить, да, это как бы естественный вопрос дальше, однозначно и односложно на сегодняшний день можно сказать да. Бывают такие случаи, что до сих пор, да, ну, вот это, вот это как миф, да, мы развеиваем иногда мифы о том, что болезнь неизлечима, это да, на сегодняшний день про гепатит С, это уже миф. Лет десять назад, если бы вы мне задали этот вопрос, я сказал, да, излечима, но достаточно непросто, тяжелые препараты, длинный курс приема лекарственных препаратов, не всегда пациенты легко, я уже не говорю, хорошо переносят это лечение, то на сегодняшний день, ну, можно сказать, практически произошла революция в лекарственном, в лекарственной терапии данной болезни, и на сегодняшний день есть ряд схем, состоящих из двух препаратов, из трех препаратов, которые принимаются по продолжительности от 8 до 12-24 недель, которые переносятся пациентами удовлетворительно, ряд пациентов даже не ощущают, что они получают лечение в данный момент, и шанс излечиться на этой терапии стремится, ну, можно так прямо и говорить, почти к 100%, так, если по результату, как бы, и тех итогов, которые у нас есть в Алтайском крае, и в стране, и в мировой практике, шанс вылечиться от вирусного гепатита С на фоне вот проведенного курса противовирусной терапии на сегодняшний день составляет примерно 95-98%. — Обнадеживает. — Да, к сожалению, есть вот эти несколько процентов, когда вирус формирует резистентность, но над этим вопросом сейчас ученые тоже сильно думают и ищут варианты, как противодействовать вот этому состоянию. — Сейчас в Алтайском крае приняли план, долгосрочный план, да, по борьбе с гепатитом. Почему, в принципе, возникла вот необходимость принятия какого-то отдельного документа, и вот что он вообще предполагает, какие конкретные шаги? — Необходимость определена именно социальной значимостью этой болезни, и, ну, вот, очень хорошо, что пришло время сформироваться этому плану, поскольку, я думаю, мы сейчас как раз находимся в тот период, когда накоплено достаточно знаний и инструментов, как можно с этой болезнью уже эффективно бороться. Вот даже, опять же, возвращаясь в прошлое, в историю 5-10 лет назад, ну, было бы под сомнением, в принципе, ставить себе такие цели побороть, да, потому что у нас, ну, не было эффективного инструмента для излечения. Но план этот, он разработан в том числе, точнее, стартовая точка его внедрения в нашу практику произошла на федеральном уровне. На федеральном уровне в ноябре прошлого года постановлением правительства был принят, утвержден план по лечению профилактики гепатита С на территории Российской Федерации с определенными мероприятиями, с критериями, соответственно, с группой ответственных ведомств и лиц. И, исходя вот из этого общего плана, мы адаптировали его на территорию Алтайского края, ровно так же, как и наши коллеги на территории своих регионов, потому что, конечно, мы отчасти можем отличаться по набору пациентов в плане генотипа вируса, по частоте встречаемости продвинутых стадий болезни, да, да, в принципе, по количеству больных на той или иной территории. И вот в итоге у нас, да, был разработан и утвержден план, который является набором, таким комплексом различных мероприятий. Сейчас мы проговорили с вами только про лечение, но на самом деле для того, чтобы побороться, значимо побороться с гепатитом С на определенной территории, вот сейчас, в настоящее время, большое количество государств подписались под, так скажем, намерением Всемирной организации здравоохранения в принципе на планете Земля справиться с гепатитом С к 2030 году. Но это все случилось 10 лет назад, и сейчас понятно, что это достаточно амбициозные планы, и навряд ли они реальны к исполнению. Мир меняется, ситуация меняется и в каждом регионе, в том числе. Но то, что вот такие установки уже появились, это как бы, наверное, можно рассматривать, как свет в конце тоннеля, что уже начали об этом говорить. И вот теперь, возвращаясь к нам, сам факт постановки вопроса о том, что давайте мы сейчас найдем возможность и обеспечим терапию всех наших пациентов, про которых мы знаем, это еще совсем не только это достаточно для избавления от болезни, потому что ряд случаев еще не диагностирован. То есть в этом отношении, конечно, мы должны наращивать и диагностику этой болезни. И поэтому план комплексный, он в себя включает первое, что это обязательно информирование населения об этой болезни, то, чем мы с вами сегодня и занимаемся. Доведение достоверной, правильной, спокойной, не пугающей, ну, так скажем, соответствующей действительности информации о том, что это за болезнь, как она протекает, ну и, соответственно, варианты ее профилактики. Второе – это повышение доступности к противовирусной терапии, а перед этим комплексное обследование, расширение возможностей обследования в рамках УМС, формирование определенных тарифов для комплексного обследования. Особое внимание уделено именно форматам обеспечения медицинской помощи, ну, так скажем, ее децентрализации. Зачем это делается? Ну, у нас уже опыт есть, опять же, на примере борьбы с ВИЧ-инфекцией. Если бы мы сконцентрировали все наши силы для борьбы с ВИЧ-инфекцией только в городе Барнауле, не давая возможности к доступности лечения и обследования наших пациентов в каждом районе нашей страны, то мы бы сейчас не имели тех результатов, достаточно хороших, позитивных, как сейчас в борьбе с ВИЧ-инфекцией. Так вот и с гепатитом С ровно такие же планы децентрализировать помощь в плане и обследования, и лечения. Важный момент направлен на профилактику инфицирования у медицинских работников и обновление знаний у медицинских работников непосредственно тех, кто принимает наших пациентов, и специалистов в лабораторной службы. То есть по большому счету мы здесь захватываем три таких ключевых направления. Это информирование населения, это ранняя диагностика и лечение, и вот в плане профессиональной профилактики. Вот про диагностику, точню, вот вы сказали, надо больше обследовать. Можно ли предположить, что будет какая-то такая вот массовая диагностика, массовое обследование жителей? Ну, сейчас, да, мы над этим работаем, и в настоящий момент мы уже заводим формат обследования экспресс-тестирования на вирусной гепатите, параллельно, как это мы уже не один год делаем в Алтайском крае, проводя экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию, поскольку механизмы передачи одинаковые, группы риска тоже, можно сказать, на сегодняшний день очень схожи. И вот в таком формате, как экспресс-тестирование, я думаю, мы будем продолжать это обследование. Ну, и с другой стороны, конечно, мы должны обеспечить и обязательное обследование по тем критериям, которые уже установлены. То есть, знаете, здесь не должно быть каких-то пробелов в плане того, что есть в соответствии с нормативным документом показания, а мы не делаем этот анализ в силу обстоятельств. То есть вот эти обстоятельства мы должны нивелировать. Есть показания, пациент должен быть обследован. Даже если в этом отношении мы сработаем более эффективно, а сейчас именно в этом направлении двигаемся, то уже количество обследованных в крае у нас увеличится. То есть здесь понятно, что за каждым действием и нашим намерением стоят организационные и финансовые компоненты. Поэтому, имея вот этот план, уже прописанный на бумаге, мы можем планомерно, не делая резких движений, дабы не пострадали другие направления нашей работы, расширять каждое из указанных направлений. Поэтому и экспресс-тестирование, и тестирование в условиях медицинской организации, оно, я думаю, будет у нас расширяться. Ну, обследование в условиях медицинских организаций понятно, просто хочется понять, может быть, еще как-то и будут зазывать, не знаю, или выезжать в организации, обследовать людей. Да, у нас есть опыт вот такого привлечения и в том числе работы в трудовых коллективах в плане тестирования на ВИЧ-инфекцию. То есть, по большому счету, на этот механизм мы уже начали делать, мы планируем в ближайшие годы расширять, мы дополним еще тестирование и на вирусной гепатите. Поэтому вот то, как наш тест-мобиль двигается по точкам, по локациям города Барнаула, других крупных городов нашего края, по районам вот ровно так же появится, уже появилась и будет расширяться опция тестирования на ВИЧ-инфекцию и на маркеры вирусного гепатита С. То есть, специально тоже какой-то транспорт может быть запущен, да? Да, он уже запущен. А, он уже по гепатиту именно? Параллельно ВИЧ-инфекции и гепатиту. Мы об этом не знали. Ну, хорошо, в завершении интервью тогда, наверное, такой более практический что ли вопрос для тех людей, у кого уже вот вирус, к сожалению, подтвержден. Как им сохранить качество жизни при вот такой болезни? Ну, первое, что нужно сделать, это не быть как бы в таком искусственно созданном забвении. Я знаю про эту болезнь, и про нее не знает мой участковый терапевт или мой инфекционист. Абсолютно точно нужно быть на диспансерном учете по месту жительства. А медицинские работники, врачи-инфекционисты в территориях, они знают на профессиональном уровне, как у нас меняются компоненты оказания медицинской помощи, да? Вот мы, я уверен, однозначно в ближайшем будущем, в ближайшие годы будем работать над этим. Это точно, я думаю, увидим результат именно повышения доступности к противовирусной терапии. Мы с вами сказали о том, что болезнь неизлечима, да? И, соответственно, тот закономерный вопрос. Ну, вот я пришел, давайте лечите, да? Финансово затратно это мероприятие, но я должен сказать, что в последние годы у нас тоже сдвиги в этом отношении имеются. Да, может быть, на сегодняшний день мы не имеем возможности вылечить сразу всех. Но, понимая контингент, который у нас находится под наблюдением, мы можем вычленить группы риска, которых мы должны, и мы должны, имеем возможность пролечить в этом году. Человек заболел гепатитом. Вот какой-то совет, как ему, может быть, питаться, может быть, там что-то не употреблять, тот же алкоголь или еще что-то. Вот просто чтобы знали люди и понимали, какие ограничения? Да, давайте так. Значит, первое, это обязательно ставить на диспансерный учет, потому что меняются знания и подходы к болезни, ну, порой даже неожиданно быстро, да? Сегодня мы рекомендуем так. На основе доказательной медицины, да? Завтра появились новые знания, мы уже несколько меняем нашу тактику. Ну, а на сегодняшний день в отношении диеты, это вопрос, знаете, такой, как бы он с одной стороны значимый психологически, да? С другой стороны он заставляет, как бы, выйти из некого такого состояния равновесия, да? И заставить себя принимать какую-то пищу непривычную относительно, да? Которую сейчас называют здоровой. На самом деле в отношении гепатита С таких жестких ограничений и законов нет. Если так случилось, что выставлен диагноз хронический гепатит С, то питание, наоборот, нужно пересмотреть в сторону рационального, правильного питания. Пожалуй, единственный компонент, который подлежит запрету, это вы правы, алкоголь. А вот я приведу пример, например, да, один пациент говорит, вот все, мне запретили есть сало. А я очень люблю сало есть. Вот не могу, вот сплю, оно мне снится. Или вот сказали, нельзя мне употреблять шоколад. Я просыпаюсь, я очень хочу шоколад. Можно все, но в умеренных количествах. В умеренных количествах и хорошего качества. Но категорический запрет – это только в отношении алкоголя. Более того, пища должна быть насыщена белками, жирами, углеводами. Конечно, в острый период, в период нахождения пациента в стационаре, когда тяжелое состояние, мы видим декомпенсацию печёночной функции, тогда да, тогда жёсткие ограничения по приёму пищи, потому что там она может вывести из такого хрупкого равновесия. Но когда это вот в обыденной жизни, здесь даже правильнее пересмотреть своё питание в сторону здорового. Какие-то элементы фастфуда, да, относительно небезопасные, вот их нужно исключить, да, добавить правильно приготовленную форму продуктов. Вот это да. То есть это повод не ограничить себя, а наоборот повернуться в сторону правильного здорового питания, которое важно и нужно для нас даже, не имея этой болезни. Спасибо большое за ваши обстоятельные ответы. Я напомню, что сегодня с главным инфекционистом Алтайского края Валерием Шевченко мы говорили о профилактике и лечении опасного заболевания гепатитом. Спасибо.